СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ОЛИМПИЕЦ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС Среднедушевые денежные доходы населения выросли за прошлый год на 14,7%, среднемесячная зарплата работников организаций на 16%. По уровню среднемесячной заработной платы регион занимает 18 место в стране и второе место в Сибирском федеральном округе. В Иркутской области по данным на 2 мая 2023 года зарегистрировано 371 697 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю в регионе выявили 830 случаев заражения, а с начала года – 13,8 тысячи. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону, за время пандемии в Приангарии зарегистрировано 8 918 плюс 1 за неделю летальных случаев от ковида. Тысяча 2 плюс 4 за неделю летальных случаев от сопутствующих ковид-19 заболеваний. На территории города Устилимска и Устилимского района госавтоинспекторами проводится череда оперативно-профилактических мероприятий. 8, 15, 29 и 30 апреля проходили рейды на появление нетрезвых водителей. Задержано 5 человек, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 14 и 18 апреля выявляли нарушителей, не пристегнутых ремнями безопасности и без детских удерживающих устройств. Без ремней остановлено 46 человек, без кресел – двое. 22 и 23 в рамках областных мероприятий задержаны еще 39 непристегнутых нарушителей и двое перевозящих детей без кресел. Все они привлечены к административной ответственности. С 1 января 2023 года на территории Иркутской области произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых сопутствующим нарушением правил дорожного движения является неприменение водителями и пассажирами транспортных средств, ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В результате таких дорожно-транспортных происшествий 11 человек погибло, 87 получили ранения различной степени тяжести. В связи с этим 3, 27 и 28 мая на территории обслуживания пройдут профилактические мероприятия по выявлению водителей и пассажиров транспортных средств, нарушивших правила пользования ремнями безопасности. Ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Административный штраф в размере 1000 рублей. А перевозка несовершеннолетних пассажиров предусмотрена частью 3 статьи 12.23 и административный штраф в размере 3000 рублей. Кроме того, стартуют проверки мототранспорт, направленные на выявление и предупреждение административных правонарушений, совершаемых водителями мотоциклов и скутеров, в том числе несовершеннолетних, профилактику ДТП с участием владельцев автотранспорта указанной категории. В связи с увеличением на территории Иркутской области лиц, получивших травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях, совершенных по вине водителей мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств, 4, 12 и 13 мая на территории обслуживания пройдут профилактические мероприятия по массовым проверкам водителей мототранспорта. Будет задействован подчиненный личный состав подразделению госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных, сотрудников отделения по делам несовершеннолетних для пресечения нарушений правил дорожного движения. При выявлении нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними водителями мототранспорта будут приняты меры по привлечению родителей и законных представителей несовершеннолетних к ответственности в установленном законном порядке. Информация о выявленных нарушениях будет направлена в образовательные учреждения и в комиссию по делам несовершеннолетних. В России на последнюю субботу июня перенесли празднование Дня молодежи. Таким образом, в 2023 году праздник будут отмечать 24 июня. Соответствующее распоряжение подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Раньше День молодежи праздновали в фиксированную дату – 27 июня. В Управлении социальной защиты населения по городу Устилимску и Устилимскому району до 1 июля 2023 года ведется прием заявлений от граждан, состоящих на учете по переселению из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, желающих принять участие в данной программе на 2024 год. Для прохождения перерегистрации необходимо обращаться в Управление по адресу проспект Дружба народов 46, кабинет 19. Прием ведется по предварительной записи. Телефон 36104. 21 апреля прошел первый муниципальный конкурс экскурсоводов «Мой город – моя история» для учащихся 7-10 классов, посвященный 50-летнему юбилею Устилимска. В нем приняли участие 20 воспитанников и педагогов из 7 местных школ. Участники представили экскурсионные маршруты по разным микрорайонам, улицам, знаковым местам, рассказали об уникальной природе нашего района и редких видах животных. Победители наградили в пяти номинациях. Обзорные экскурсии по городу Устилимску и Устилимскому району, тематические экскурсии, природоведческие, музейные и отдельно прошел конкурс видеороликов. Лучших отметили грамотами. В Устилимске подвели итоги ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». В нашем городе она проходит 13-й год. В этот раз к ней присоединились 605 горожан. Автором «Тотального диктанта» в 2023 году стал писатель Василий Авченко. Участники писали текст о путешественнике, писателе и следователе Дальнего Востока – Владимире Арсеньеве. Устилимск уже на протяжении нескольких лет входит в число самых активных городов-участников. Наиболее востребованными площадками города в этом году стали школы номер 14 и 15. 21 устилимец написал «Тотальный диктант» на «Отлично», несмотря на сложную пунктуацию. 38 человек получили оценку 4. Ура! Мы начали! Круто! Наконец-то, спустя огромное количество времени, я приветствую вас в этом зале на Большом хип-хоп-фестивале в Устилимске! Всем привет! 30 апреля в честь 50-летия Устилимска впервые в городе в стенах Дворца культуры «Дружба» состоялся большой фестиваль хип-хоп-культуры. Данный стиль очень популярен в молодежных кругах. Он привлекателен для подростков тем, что основывается на музыке, объединяет группы неформальной молодежи, реализует соревновательное начало. Это была битва поколений. Возраст участников не ограничен. У исполнителей была уникальная возможность продемонстрировать свое творчество и заявить о себе. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Предварительно жюри отбирала номера на фестиваль. Оценивала мастерство музыкантов, словесные обороты, оригинальность и идею текста, наличие вокальных данных. Лучшим в старой школе хип-хоп стал аккорд Евгений Мармулев. Лучшим в новой школе хип-хоп стал нефелин Александр Чернигов. Разные стили и жанры, различные по настроению стихи. Все это жизнь у стилинцев. ПЕСНЯ Программа была насыщенной. Одни удивляли зрителей отточенными рифмами, другие – мастерством импровизации, третьи – сложными танцевальными элементами. Показывали не только современные хореографические зарисовки от разных танцевальных студий, клуба «Зумбы», но и крутили брейк под известные биты. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В рамках фестиваля также прошел конкурс граффити-рисунка. Грамотами и подарками отметили работы Анны Федоровны Толстовой, автор коллажа «На границе эпох» и коллективная работа участников школы искусств номер 2 «Любимые места города». Виктории Пяточковой, Ольге Коллеговой, Светланы Кузнецовой, Марии Каралкиной, преподаватель Щукина Анна Викторовна. Горожане отметили формат фестиваля очень интересным. Этот проект подарил всем участникам большой опыт, а зрителям – заряд энергии и хорошее настроение. 28 апреля в спортивно-молодежном центре «Притяжение» состоялся фестиваль спортивных настольных игр для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участники боролись за личное первенство в играх. Кульбута-спорт, кран-холл, шафлборд, джаколла. Победители определили среди мужчин и женщин. Так, в кульбута-спорте первыми стали Дмитрий Федоров и Наталья Короткова. В кран-холле Антон Аберьянов и Наталья Короткова. В шафлборде Андрей Князев и Ольга Мороз. В джаколла Евгений Тимофеев и Наталья Короткова. 29 апреля в Доме спорта «Гренада» стартовал Кубок мэра города Устилимска среди общеобразовательных учреждений по игровым видам спорта. К участию в соревнованиях приглашены команды, занявшие с первого по четвертые места на муниципальных этапах соревнований среди учащихся в рамках спартакиада общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023. На первом этапе Кубка мэра прошли соревнования по мини-футболу. По результатам сыгранных матчей третье место заняла сборная школы номер один. Второе и девятые школы победителями стали воспитанники экспериментального лицея. Лучшими игроками турнира признаны Алексей Свистулин, Илья Дронов и Даниил Карасев. 30 апреля в Доме спорта «Юность» прошел второй этап Кубка и на этот раз спортсмены соревновались в волейболе. Третье место заняла сборная школы номер восемь имени Бусыгина. Второе – девятые школы. Первая у городской гимназии номер один. Лучшими игроками турнира признаны Богдан Глушков, Ярослав Карась и Кирилл Тарасов. Поздравляем! Субтитры создавал DimaTorzok